Надежды Кремля разрушены В США сегодня уволен советник президента Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн. В конце декабря, еще до вступления в должность, он вел переговоры с послом РФ об отмене санкций. Но публично врал, что не делал этого. Более того, это опровергли и вице-президент Пенс. В официальной версии Флинн дезинформировал его. Теперь ложь вскрылась и советник был вынужден написать заявление об отставке. Для понимания, генерал Майкл Флинн являлся, вероятно, самой лояльной Путину фигурой в администрации Трампа. На него в Кремле возлагали большие надежды. В Вашингтоне за ним давно уже закрепилась репутация агента Кремля. Флинн сотрудничал с пропагандистским каналом Russia Today, щедро финансируемый из российского бюджета. Генерал признал, что получал от Russia Today гонорар, в частности за выступление на корпоративном мероприятии в Москве. По некоторым сведениям, в Russia Today до сих пор трудоустроен его сын. Конфликт интересов налицо. Кремль долгое время прикармливал генерала, ставшего высокопоставленным чиновником в новой администрации. Флинн, кстати, лично знаком с Путиным. На упомянутой выше корпоративе РТ, американский генерал сидел за столом по правую руку от российского президента. К Флинту в связи с этим возникло множество вопросов. Он ведь в свое время возглавлял разведку США, а теперь получает в Кремле гонорары и контактирует с высокопоставленными российскими чиновниками, включая Путина. Но и в конце концов именно Флинн был главным лоббистом проекта «Большой сделки с Путиным». Суть ее была в том, чтобы США нашли компромисс с Кремлем по Сирии. Например, приняли бы Вашара Асада в качестве своего союзника против исламистов. А в качестве ответной меры отменили санкции против путинского режима. Вообще, в окружении Трампа не было ни одной фигуры, которая так последовательно лоббировала отмену санкций, как Флинн. Так что сегодня черный день для кремлевской дипломатии и лично для Путина. Кстати, еще один любопытный момент. Официальной причиной отставки Флинна стала его ложь о том, что он якобы не обсуждал с российским послом отмену санкций. Теперь доказано, что обсуждал. Он это признал, извинился в письме перед Трампом и написал заявление об уходе. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже ведь опровергал переговоры по санкциям между послом и генералом. То есть Песков тоже врал. Но если в США доказанная ложь чиновника – повод для немедленной отставки, то в российских реалиях такое публичное вранье давно уже стало нормой. Никто Пескову даже вопросов не задаст на эту тему. Соврал и соврал. Подумаешь. Первый раз, что ли? Илья Яшин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok